Добрый вечер, я Анастасия Галаева и мои коллеги предлагаем по-новому взглянуть на события недели. Что важного и значимого произошло и почему нужно сделать на этом акцент, смотрите сегодня. Важные решения приняли омские законодатели, чью инициативу поддержали. Что будет с региональным материнским капиталом, продлят ли действия программы и почему для того, чтобы выплачивать 138 тысяч за рождение третьего ребенка, власти нужно мужество. Проблемой дольщиков займется новый уполномоченный по правам человека. Знакомьтесь, это Ирина Касьянова. Она официально вступила в должность. Кто и как предложил ей стать омским омбудсменом? Что она обсуждала с Татьяной Москальковой, занимающей этот пост на уровне федерации? И в каких еще сферах собирается защищать интересы омичей? Омские волонтеры учились искать пропавших детей. Но почему для этого пришлось ехать на Северный Кавказ в Российский институт спецназа? Как постигали теорию и практику в горах и лесах? Чему научились добровольцы? И как теперь они смогут спасать жизни? Омск пришел в движение. Чем поразил национальный кинофестиваль дебютов? И кто из известных актеров, режиссеров и сценаристов прошелся по красной ковровой дорожке? Почему программу нынешнего киносмотра организаторы позиционируют, как самую сильную? А наш город сравнивают со швейцарским Лакарно. Как зажигаются звезды на кино небосклоне у большом репортаже акцентов недели. Тема дорог, их качества, безопасности и организации комфортного движения на неделе вышла на первый план. Поводов было сразу несколько. Во-первых, в регионе взялись за разработку новой транспортной схемы. Еще недавно мы обсуждали маршрутную, разработанную специалистами Северной столицы, и оказавшуюся не жизнеспособную у нас. Вполне логично, что в этот раз столь масштабный проект доверили местным специалистам из Сибади, которые, очевидно, лучше, чем кто-либо знают о проблемах. Работать ВУЗ будет совместно с НИИ автомобильного транспорта. С московскими экспертами разработают абсолютно новую схему движения до 2041 года. Главная цель — повысить эффективность улично-дорожной сети и предотвратить образование пробок в условиях, когда автомобилей становится все больше. Модернизация крайне необходима. Нынешняя система устарела. Большинство дорог проектировали еще в прошлом веке, когда интенсивность движения была меньше в разы. В планах у специалистов активно задействовать и трамваи. Планируется большой масштабный проект по реализации трамвая скороходного, быстрого. Потому что трамвайная сеть, на самом деле, одна из самых эффективных сетей, которая может только быть. Она обладает серьезной провозной способностью, она обладает серьезной скоростью. И, на самом деле, транспортный каркас любого большого города, по моему мнению, должен строиться именно на трамвайной сети. Поэтому мы будем использовать все разные мероприятия по организации дорожного движения, по созданию выделенных полос, по, наверное, тоже ушурению дорог. На омских дорогах скоро станет свободнее. Специалисты на неделе анонсировали открытие юбилейного моста. Ему после капитального ремонта устроили настоящие испытания, проверяли на прочность. Для этого через ОМИ по реконструированному переходу пустили 25-тонные КАМАЗы. Здесь демонтировали старые конструкции, прослужившие 50 лет. Кстати, устройство моста необычно для России, практически не имеет аналогов и представлено двумя консолями, в которых находится высокопрочная арматура. Капремонт обошелся в 328 миллионов. Сроки сдачи объекта переносились трижды. Но для того, чтобы все было не в ущерб качеству, жители областного центра готовы подождать. Работы ведутся почти год. А все началось с общественного обсуждения состояния строения. Время прохожим показалось, что он провисает. Сейчас опасения многих вызывает другой мост, ленинградский. Трещину в его опоре зафиксировали любители рыбалки. И несмотря на то, что специалисты уверяют, опасности нет, спокойствие их заявления не вызывает. Тревогу подогревают и размышления о возможном транспортном коллапсе, который случится, если ленинградский мост точно так же, как и юбилейный, закроют на капитальный ремонт. Будет ли это и когда откроют движение в историческом центре? Об этом Татьяна Денисова. 12 груженных КАМАЗов по 25 тонн каждый. Испытательная нагрузка для юбилейного моста. Специалисты Сибади готовятся фиксировать деформацию конструкции с помощью специальных датчиков. Всего их 30, но помимо автоматических замеров, делают их с помощью привычных механических приборов. Уверенность у специалистов в результатах должна быть стопроцентная. Речь идет о безопасности. Находясь на юбилейном военном движении КАМАЗов, чувствуется вибрация. Специалисты говорят, это естественно и называют мост живым организмом. Как раз статика подобным сооружениям не свойственна. Объяснив тонкости испытаний журналистам, проверяющие берутся за специальный журнал. Вносят все необходимые показатели. По полученным расчетам, эксперты определят, насколько безопасно открывать движение на мосту. На реконструкцию объект закрыли в октябре прошлого года. Дата сдачи по контракту 30 ноября 2018. Строители сроки хотели опередить. Думали успеть к чемпионату мира по футболу. Однако свои коррективы внесла погода. Из-за холодной и влажной весны бетон застывал дольше, чем рассчитывали. Открытие переносили несколько раз. А торопиться во вред качеству не хотели. Главное – обеспечить безопасность конструкции. Сегодня работы завершены больше чем на 90%. Уже уложили асфальт, нанесли дорожную разметку. Осталось уложить тактильную плитку, сделать благоустройство по боковым граням, где у нас возле лестниц. Ну и демонтаж под мостом. Акк будет подписан акт на основании заключения, которое выдаст нам Сибади. Соответственно, комиссия рассмотрит результаты отчета. Я думаю, что все будет нормально. За ходом работ на всех этапах капитального ремонта следили Амичи. На ближайших домах установлены две камеры, которые круглосуточно транслировали то, что происходит на стройке в режиме реального времени. Свой вердикт специалисты вынесут уже 2 октября. Если все показатели будут соответствовать нормам, то юбилейный мост в тот же день откроют для движения пешеходов и автомобилей. Открытие моста значительно разгрузит движение на центральных магистралях. Определенно свободнее станет на проспекте Маркса, улицах Гагарина, Думска, Лермонтова и Маршала Жукова. Амичи помнят, что в первые дни ремонта город стал в одну большую пробку. Поэтому теперь новости о реконструкции других мостов воспринимают настороженно. А следующий на очереди – Ленинградский. Ленинградский мост открыл для Омска окно на левый берег Иртыша. Строить его начали в 1955 году на месте паромной переправы через реку. Использовали новые технологии винтовых и буровых свай, которые еще не променяли ни в Советском Союзе, ни на Заводе. Движение пустили в 1960 году. Тревогу о том, что сооружению срочно требуется капитальный ремонт, амичи забили в августе 2018. Проплывавшие мимо рыбаки поразились огромной трещиной в опоре. Их фотографии в сети появились через несколько дней после того, как в итальянской Генуи обрушился 200-метровый пролет автомобильного моста. Погибли больше 30 человек. Однако специалисты поспешили жителей успокоить. Опасности нет. Пострадал только защитный слой опоры. С несущими конструкциями все в порядке. Но за капитальный ремонт здесь все-таки возьмутся. Работу планируют на 2019 год. В этой связи работы в рамках проекта закона об городском бюджете мы уже предусмотрели необходимое финансирование. Оно, конечно, будет уточняться в соответствии с подготовкой проектной документации. Тем не менее, обсудив характер и объем работ, уже сейчас можно предположительно заключить, что проведение капитального ремонта не потребует приостановки транспортного движения на мосту. Если работы по капремонту начнутся в следующем году, то есть большая вероятность, что к своему юбилею через два года сооружению исполнится 60 лет. Ленинградский мост предстанет перед мечами в обновленном виде. По самому скромному подсчету на реконструкцию понадобится 400 миллионов рублей. Татьяна Денисова, Сергей Гаврилов и Илья Иковленко, 12 канал. Завершается ремонт не только юбилейного моста. Омские автомагистрали приводят в порядок. В этом году в регионе в рамках приоритетного проекта безопасной и качественной дороги сделали 48 из них. Интересно, что сейчас состояние дорожной сети уже не проблема номер один. С 2016 по 2018 отремонтировано больше, чем за предыдущее десятилетие. Примерно пятая часть уличной сети областного центра. Но то ли еще будет. В Росавтодоре на неделе состоялась защита региональных планов, участие в национальном проекте. В столице свою заявку на финансирование дорожных работ уже презентовала и Омская область. И сумма, которая предварительно, это уже точно одобрена, беспрецедентная. 30,5 миллиардов рублей. На что пойдут эти средства и где дороги будут не только ремонтировать, но и строить? Об этом мы поговорили с руководителем профильного управления областного минстроя Дмитрием Христолюбовым. Дмитрий Игоревич, что в первую очередь учитывали, когда составляли заявку от региона на получение бюджетного финансирования? И мнение жителей Омской области как-то в ней отразилось? Обязательно мы учитываем мнение жителей, когда готовим документы для финансирования из федерального бюджета. То есть информацию мы получаем из разных источников. Это и обращение граждан к губернатору во время его предвыборной программы, и обращение в правительство, в соцсетях сообщения, которые поступают о неудовлетворительном состоянии дорог, они нами ежедневно мониторятся. Соответственно, после этого мы направляем комиссию, которая выезжает на объекты, обследует их и дает заключение о необходимости выполнения работ. Если необходимость такая подтверждается, то мы объект включаем на следующий год в программу. Как вы считаете, почему удалось получить хотя бы и предварительное, но все-таки положительное заключение? И какие планы, помимо тех, о которых вы сказали, планируете реализовать в дорожной сфере в Омской области? Речь идет только о ремонте или, может быть, даже на строительство каких-то дорог замахнемся? У нас городская агломерация, в последние три года на нее выделялось достаточно большой средств по 2 миллиарда на каждый год. И она уже в лучшем состоянии. То есть уже 58% наших городских и пригородных дорог находятся в нормативном состоянии. Но все, что за пределами 50-километровой зоны, оно требует еще достаточно больших вложений. Потому что 36% только в нормативном состоянии. Про областные дороги, да? Да, это речь ввиду про областные дороги, которые у нас ведут в первую очередь к райцентрам, к населенным пунктам. У нас на слуху проблемные дороги, такие как Таврическая-Наваршавка, Шербакуль-Полтавка, Омск-Муромцево, Муромцево-Сидельниково. Поэтому вот эти вот дороги мы будем ремонтировать в первоочередном порядке. Город Омск уже в следующем году планирует начать строительство дороги от метромоста до улицы Перелета. Вот этот вот перекресток Конева-Третья-Енисейская, он очень перегружен в часы пик. Поэтому вот этот объект, он позволит разгрузить этот проблемный участок. Кроме того, еще шесть объектов администрация города Омска планирует реконструировать за эти шесть лет. Была в Омской области в свое время такая проблема, не успевали освоить федеральные средства, и был такой прецедент, миллиард пришлось возвращать в федеральный бюджет. Сейчас суммы значительные, гораздо более значительные. Вот что будете делать для того, чтобы это не повторилось, потому что, ну, действительно, это какой-то нонсенс? Это недопустимо, и губернатор поставил перед нами задачу, чтобы все средства, которые выделяются на дороге, они были использованы по максимуму, да, и эффективно. Поэтому нами принимаются дополнительные меры. Со следующего года мы немножко изменили порядок финансирования. Чтобы быстрее, да, все происходило, что деньги быстрее. И у нас к первому апреля мы уже планируем заключать контракты, чтобы подрядчик мог уже там в течение апреля месяца закупить материал и подготовить технику и выйти на работу уже с мая месяца. На этой неделе Государственная Дума окончательно утвердила повышение пенсионного возраста. Закон предусматривает выход на заслуженный отдых для женщин с 60 лет, для мужчин с 65. Ранее депутаты одобрили введение уголовной ответственности за увольнение людей перед пенсионного возраста. Теперь в кодексе появится новая статья, за нарушение которой работодателям грозит штраф до 200 тысяч рублей. Но, несмотря на все грядущие изменения в законодательстве, в Омской области сохранятся установленные льготы для людей старшего поколения. Получать их они должны не при выходе на пенсию, а по достижению 55 лет и 60 для женщин и мужчин соответственно. Затягивать с предоставлением мер поддержки нельзя. С такой инициативой ранее выступил глава региона Александр Бурков и на неделе его законодательно поддержали омские парламентарии. Что позволит сохранить льготы для 380 тысяч омичей. А речь в том числе идет о самых незащищенных категориях пожилых, ветеранах труда, тех, кто имеет почетные звания, о сельских специалистах, работающих в образовании, здравоохранении и культуре. Еще одна важная инициатива, которую одобрили законодатели, решение продлить действия программы регионального материнского капитала до 2021 года. И чтобы сохранить его, областной власти понадобилось определенное мужество. И вот почему. Федеральный центр негативно относился к идее Омской области за третьего ребенка продолжать дальше выплачивать средства. Это средства наши, областные, нашего бюджета. И поскольку Москва присматривает за тем, как своими бюджетами распоряжаются регионы и особенно дотационные регионы, был именно вот такой ответ из федерального центра на нашу инициативу. Вместе с тем, правительство, понимая невероятную значимость демографического роста для Омской области, чтобы она экономически могла развиваться, чтобы было трудоспособленное население, пошло на то, чтобы в ближайшие два года, и закон сегодня рассматривался в рассмотрении, но я очень надеюсь, что он будет принят окончательно, выделить значительные средства для того, чтобы выплачивать и до 31 декабря 2021 года за третьего ребенка 138 тысяч. Скажу, что это дорогое решение. В год порядка 800 миллионов рублей для этой социальной выплаты необходимо. Теперь официально уполномочена. В Омской области появился, наконец, омбудсмен. Защищать права омичей в самых разных сферах будет Ирина Касьянова. За ее кандидатуру в четверг проголосовали в региональном парламенте. Ее назначение на эту должность выглядит вполне логичным. Ранее она занимала пост уполномоченного по правам ребенка, курировала социальную сферу и в мэрии, и в областном профильном ведомстве. И вот теперь Касьяновой предстоит бороться за права человека. Деятельность ее предшественника Виктора Лохичева в этой сфере, наверное, заметной не назовешь. Он сложил свои полномочия 1 апреля нынешнего года. Сама Ирина Касьянова без кокетства признается. Предложение стать омским омбудсменом прозвучало для нее неожиданно. Но времени подумать, принимать его или нет, у нее было достаточно. Какие сферы новый уполномоченный по правам человека в Омской области считает приоритетными для работы? О чем шел разговор при встрече с Татьяной Москальковой, занимающей подобный пост на федеральном уровне? Об этом Ирина Касьянова рассказала акцентом недели. Ирина Михайловна, поздравляем вас с назначением на эту должность. Если не секрет, расскажите, как и при каких обстоятельствах вам предложили стать полномоченным по правам человека в Омской области? Право. Предоставление кандидатуры для законодательного собрания принадлежит губернатору. Именно эта инициатива и предложение поступило от губернатора. Общались с ним? Личная беседа была? Если не секрет, то, может, подробности расскажете. И неоднократно была беседа. Мы обсуждали те проблемы, которые есть на территории Омского региона. Поэтому те задачи, которые поставил губернатор, я думаю, в ходе исполнения своих должностных обязанностей я буду выполнять. Ну, немножечко конкретики хотелось бы какой-то, конечно. Давайте так. По конкретике я готова буду обсудить, но пока я только сегодня еще назначена, да? И поэтому более конкретные проблемы, которые есть, я, конечно, могу обозначить то, что я сегодня знаю. Это проблемы и дольщиков, это и проблемы, связанные с правом инвалидов, и на трудоустройство, и на создание комфортной среды, доступной среды. То есть проблемы есть в Омской области, безусловно. Но в ходе, так скажем, своей работы я готова буду поделиться все теми проблемами, которые, на мой взгляд, имеются, и, самое главное, путями их решения. Ну, я так понимаю, вот то, о чем вы сейчас сказали, именно об этом вы с Бурковым Александром Леонидовичем говорили? Это тоже. Потому что, мне кажется, проблема дольщиков, вот, именно через призму полномоченного по правам человека в Омской области, ну, если я не ошибаюсь, не звучала еще ни разу. И, тем не менее, это нарушенные права человека на жилище, безусловно. Поэтому и эта проблема тоже будет стоять во главе угла. Эрина Михайловна, я знаю, что вы встречались еще и с уполномоченным по правам человека Российской Федерации, Татьяна Маскалькова, личная встреча у вас была, что на ней обсуждали? Ну, точно так же обсуждали те проблемы, которые есть сегодня перед Омской областью. В частности, как раз это состоялось в преддверии обсуждения вопросов пенсионной реформы. Безусловно, она была затронута, эта пенсионная реформа. И одним из положительных моментов, который прозвучал из уст уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, это то, что руководство Омской области не поддержало пенсионную реформу в той редакции, которая была предложена первоначально. То есть, вот эти вопросы мы обсуждали. Ну, все-таки вы человек с богатым опытом политической работы. Как ваши родные, близкие отнеслись, с кем-то вы советовались? Вот стоит принимать это предложение, возвращаться, так сказать, в большую политику? Ну, я бы не сказала, что это политика, поскольку вообще уполномоченное лицо независимое. Поэтому говорить о политике я бы не стала, честно говоря, только лишь потому, что это конкретные дела, конкретная помощь тем людям, которые считают, что их права нарушены. Но, что касается моего назначения, конечно, я понимаю, что это не, так скажем, какие-то привилегии, это, прежде всего, большая ответственность. Как перед теми людьми, которые предложили и утвердили мою кандидатуру, так и перед жителями региона в части решения их проблем. Ну, как родные ваши все-таки отнеслись к этому? Ну, уже нормально. Исходя из того, что как-то так моя трудовая деятельность всегда была связана с тем, что я была занята постоянно. Поэтому, в общем-то, нормально. Спасибо, что нашли время для этого интервью и желаем вам успеха на этой должности. Спасибо. Омские волонтеры стали выпускниками Российского университета спецназа. В Чечне, где и находится это не совсем обычное учебное заведение, завершился первый курс действительно уникальной программы по поиску пропавших детей. Ничего подобного в мире нет. Теория и практика в горах, в лесу, в тайге. Подготовку организовал Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Его представительство открылось в регионе в мае этого года. И началось сотрудничество после того, как руководитель области Александр Бурков и председатель центра Елена Мильская подписали соглашение. И вот спустя всего несколько месяцев уже есть такой важный результат. Ведь полученные в ходе обучения знания помогут добровольцам более грамотно, профессионально и самое главное оперативно организовывать сам процесс поиска. Символично, что программа и здорово, что ее хотят сделать государственной, была запущена именно в год волонтерства и добровольчества. Это еще одно признание на государственном уровне значимости всего движения и большой работы, что ведут люди, которые по зову сердца спасают жизни. Екатерина Шипилова узнала подробности. Пистолетные, автоматные, короче, разные. Ничего себе, это с чего лупили тут? Ну не знаю. Железо такое пробить. Свинец вообще похоже. В университете спецназа поисковиков удивляет, кажется, все. Тир, изрешеченный всеми видами, в том числе и боевого оружия, тренировочные центры, последние разработки ученых и только самое технологичное оборудование. Навигаторы, дроны, спецмашины. Уникальная база построена в Гудермесе и занимает почти 500 гектаров. Это многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений. Здесь не только учат, но и создают. К примеру, многие российские военные операции сейчас не обходятся без Чабарс М3 или Багги, высокопроходимого вездехода. Он может легко и быстро двигаться по горам, степям и даже пустыням. Одновременно на его борту помещаются 2-3 человека и до 400 килограммов груза. К корпусу крепятся пулеметы и гранатометы. Такая машина может идти вброд, через овраги или дюны. При этом компактный броневик невозможно перевернуть. Проверено главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Приехал Рамзан Ахматович Кадыров. Сказал, где создатель? Нереально перевернуть? Сейчас, говорит, проверим. Он лично проверил. Действительно, они не перевернули этот Багги. То есть не получилось, хотя они скакали. Мы видели кадры этого теста. Они скакали по горам, по холмам. Машина выдерживает просто уникальные нагрузки. Но, тем не менее, после этого в автомобиле появились ремни безопасности. Амич Василий Галуза один из тех, кто прошел курс в Чечне. Две недели он и другие волонтеры из 37 регионов, от Сахалина до Мурманска, учились не просто искать, а полностью организовывать поисковую операцию. Подъем в 6 утра, лекции по несколько часов в день, затем походы в горы и лес, откуда добровольцы должны были самостоятельно выбраться и прийти ко времени в назначенное место. В помощь полученные знания, навигаторы и непременно обычные бумажные карты. Ведь электроника может отключиться, сломаться, одним словом, подвести. Научили самому важному, с чем я сталкивался, с огромной ошибкой на поисках. То есть у нас происходило как, куда идем, а вон туда. Нас научили брать линейные ориентиры и ориентиры в пространстве. То есть какое-то дерево одиноко стоящее. То есть если мы идем на него, мы никогда с курса не собьемся. Причем расстояние, как мы сами практиковались, то есть расстояние до ориентира может быть 5 километров. 5 километров ты не собьешься с курса вообще никак. Ты четко идешь на него. Там холмы, горы и не такой уж лес по сравнению с нашим. То есть у нас и тайга, и болото. Там нас научили пользоваться нашим лесным массивом. То есть той же самой тайгой, теми же самыми болотами. То есть мы их пройдем запросто. Василий Галуза ищет пропавших детей уже более шести лет. Все началось с жуткого случая в Усть-Заостровке, от которого содрогнулся весь регион. Таксист завез мать с полуторгодовалой дочерью в лесополосу. Женщину избил, ребенка закопал заживо. Тогда Галуза был как раз в группе волонтеров, обнаруживших тело девочки. После этого сидеть дома, когда где-то пропал малыш, парень не смог. Сегодня в Омском Доброспасе сотни добровольцев. Уже через 20 минут после сигнала полиции ребята начинают действовать. Дарья Герасимова пришла в отряд тоже по зову сердца. На учениях в Чечне она отдельное внимание уделяла управлению квадрокоптерами. Ведь если операция проходит в лесной чаще или на болотах, хрупкая девушка нужнее за штурвалом дрона или для координации действий всего отряда. Именно так было и в Дагестане. Прямо во время обучения поисковиков перекинули из Чечни в соседнюю республику. В селе Чантаул шестилетняя Айзаната Кбулатова ушла гулять и не вернулась. Когда мы приехали уже на поиски, мы нашли сначала один тапочек в реке, а потом через, наверное, метров 500 второй тапочек. Потемнело рано. Мы вплавь искали по реке и по горам. Прямо искали нормально. То есть на лодках, да? Нет, не на лодках. Там река не сильно глубокая. Были места, где прям по шею было. Там искали мальчики, плавали. Ну а так мы ходили по колено в основном в воде. Искали, но, к сожалению, не нашли. Девочку нашли только через два дня нам сообщили уже. Как распознать, что человек лжет? Как справиться с болью и ужасом, если в живых пропавшего ребенка не удалось найти? После пилотного выпуска волонтеров решено в новый курс включить больше психологии. Оказалось, что этих знаний не хватает поисковикам во всех регионах. Вы настоящие патриоты. Вы люди, которые любят нашу страну. Уверены, что от вас будет огромная польза. Дай Аллах, чтобы не пропадали люди. Каждый день мы встречаемся с такими ситуациями. Вы уже специалисты. Вы уже можете обучать. Вы уже можете вести за собой целые отряды. И это дорогого стоит. Спасибо вам большое. Желаю удачи. Программа по обучению волонтеров не случайно разработана именно в Чечне. Здесь дети вообще не теряются. Омские волонтеры поясняют. Все дело в менталитете и сверхответственности каждого жителя республики за свои поступки. Совет опытных. Чтобы в семье все были дома, нужна дисциплина. Но помимо обязанностей, говорят специалисты, ребенок обязательно должен знать, что его любят. В Омском регионе в 95% случаях потеряшек находят живыми, здоровыми, но обиженными на родителей. Но так далеко не везде. Каждый год во всем мире пропадают 8 миллионов несовершеннолетних. В России их 20 тысяч. При этом полторы тысячи детей уже никогда не вернутся домой. Именно поэтому волонтеры, бросая дела и основную работу, вновь идут искать. Екатерина Шипилова, Александр Саражин и Илья Яковленко. 12 канал. Одно из самых ярких событий этой недели. Омск на пять дней превратился в столицу российского кинематографа. Шестой национальный фестиваль дебютов движения собрал в нашем городе настоящих звезд. Актеров, режиссеров, продюсеров, сценаристов. Само их появление на церемонии торжественного открытия, а сделано было все в лучших традициях подобных мероприятий с красной ковровой дорожкой, вызвало большой интерес. И очень важно, что передовой смотр российского кино, коим и является движение, проходит именно в Омске. Это еще один плюс напротив графы «Культурная столица». И вот как отзываются звезды о фестивале именно в нашем городе. Уже четыре года подряд, собираясь в этот сибирский город, знаменитости тщательно, будто перед Каннами или Венецией, подбирают дизайнерские платья и модные костюмы для звездной дорожки национального кинофестиваля дебютов движения. Дебютировать в Омске, быть отобранным в основной конкурс движения стало престижно. Программа кинофорума, который, к слову, идет по значимости «Аккурат» за известным кинотавром, в этом году как никогда сильная. Что смотрели зрители и что увидели, и они, и конкурсные жюри Наталья Бельская знает. «Красная дорожка» – путь в очаровательный и роскошный мир кино. Еще задолго до официального открытия возле нее стали собираться поклонники артистов. В этом году время проведения фестиваля перенесли с весны на осень. А мечи ждали встречи со своими любимыми звездами полтора года. И вот она состоялась. Мы пришли, никого здесь не было, мы заняли здесь очередь, очень атмосфера доброжелательная. Я с нетерпением жду «Звоните Ди Каприо» и фильм-премьеру Саши Горчилина «Кислота». А мечи пристально следят за звездами, не замечая, что теперь и они сами в центре внимания мировой кинообщественности. Знаменитости не скупятся на автографы и делают многочисленные селфи, которые мигом разойдутся в соцсетях и растиражируются на страницах российских изданий. Известные актеры, режиссеры, продюсеры, в их числе Артем Михалков, Стас Тыркин, Алиса Хазанова, Денис Шведов, Кирилл Плетнев и многие другие. Кто-то, как, например, Виктория Толстоганова, уже несколько раз бывал в Омске на фестивале, а кто-то приехал впервые. Очень сильная программа дебютных фильмов, поэтому, да, почему бы и нет, в своем роде он лучше в своем отсеке или в своем сегменте. Прекрасный у вас город, замечательный, и очень красивые церкви, река, небо, в общем, очень теплый прием, и вы все замечательные. Поэтому я первый раз, мы с мужем приехали на фестиваль, очень рады. Ожидания какие? Увидеть замечательно, хорошее кино и познакомиться с новыми дебютантами. Супруг киноактрисы Светланы Устиновой стал первым, кого наградили на фестивале. Илье Стюартух, продюсеру фильмов «Ученик», «Мифы», «Осколки» и «Лето» Кирилла Серебренникова. На церемонии открытия вручили приз за достижения в профессии, после чего движению дали старт. Шестой танцент, кинофестиваль дебютов движения «Открыт!» С каждым годом отмечают организаторы программа-форума «Все сильнее». Омскому движению удалось занять свою нишу, как фестивалю именно дебютных работ. Молодые режиссеры стремятся попасть на конкурс, потому что для них это шанс заявить о себе. Национальный кинофестиваль дебютов – это открытие и новых имен, и новых жанров. Пастера говорят, что это рабское дело. Зритель это не поймет. Чем вы ближе хотите приблизиться к абсолютной истине, тем дальше она от вас выходит. Эти кадры о мяче увидели первыми в стране. Документальный фильм «Избранники» сделан по заказу Первого канала. Чтобы показать его до трансляции, режиссеру Анастасии Голуб, дочери известной актрисы Марины Голуб, пришлось брать официальное разрешение. Она специально прилетела в наш город посмотреть на реакцию зрителей. Кроме меня самого, то, чем я занимаюсь, на самом деле еще это кому-нибудь нужно? Что важнее, быть хорошим человеком или быть хорошим артистом? А вы считаете себя счастливым человеком? Вечные вопросы в диалоге двух поколений. Фильм «Разговор» между молодыми актерами и мэтрами. Такими, как Валентин Гафт, Олег Василашвили, Юрий Соломин. Идею Анастасии Голуб подсказал Евгений Миронов. Он же выступил рассказчиком. В финале ленты должен был быть разговор между отцом и сыном, Олегом и Павлом Табаковым. Но он так и не состоялся. Была назначена съемка. Ну, пошло сообщение, что Олег Павловича отвозят в больницу, что ему стало плохо. Но стало плохо, мы отменили съемки и ждали. А финал ожидания таков, что Олег Павловича не стало. Гафт говорит свои ощущения от времени, в котором он находится, своего возраста. Счастье, что мы сняли то, что сняли. Пожелание удачи на баннере 12-го канала в коридорах телекомпании оставляет Кирилл Плетнев. Известный российский актер прилетел в Омск, чтобы лично представить свою ленту. Фильм «Без меня». Его вторая режиссерская работа. Две девушки после гибели любимого мужчины получают от него сообщение. Они начинают собственное расследование. А к чему оно приведет? Омичи узнают первыми в стране на церемонии закрытия фестиваля. Сразу после премьерного показа лента выйдет в прокат. Я всегда хотел быть режиссером. Я в 14 лет хотел быть режиссером. Просто в 16 лет меня не взяли на режиссуру, потому что это все-таки профессия людей, которым есть что сказать. Я рад, что меня не взяли. Я рад, что до 32 лет я был актером и не терял надежды стать режиссером. И в 32 поступил на режиссуру. Триллеры, мелодрамы, любовные сериалы, документалка и короткий метр. В этом году на движении представят 29 фильмов. Традиционно работы делятся по номинациям. Движение «Вперед», «Жизнь», «Начало» и «Вектор». Впервые в программу включили телесериалы. До этого их показывали вне конкурса. Еще до трансляций на федеральных каналах. Амичи первыми могли увидеть и оценить пилотные эпизоды. Таких известных проектов, как «Ольга», «Пьяная ферма», «Адаптация», «Измены». Теперь в Омске новые сериалы. Борются из-за признания критиков, из-за сердца зрителей. Молодые режиссеры. Интересно. Потому что мы же воспитаны на старых фильмах. И хочется узнать новинки какие-то. И соприкоснуться. Для начинающих режиссеров омское движение – как трамплин в мир большого кино. И это доказывают сложившиеся режиссерские судьбы победителей. Обладатель Гран-при 2014 года Владимир Бек со своей следующей работой был приглашен на конкурс Римского кинофестиваля. В 2015-м победу одержала Наталья Мещанинова сериалом «Красные браслеты». Параллельно она получила Нику и главный приз кинотавра. Кто станет победителем шестого национального конкурса кинодебютов? Амичи узнают в воскресенье на церемонии закрытия фестиваля. Наталья Бельская, Татьяна Денисова, Денис Лопарев, Сергей Гаврилов, Илья Иковленко. Сегодня движение – это один из самых престижных отечественных смотров, дающий путевку в большое кино по-настоящему талантливым молодым авторам. Как организаторы борются за то, чтобы звезды зажигались именно в Омске? Почему не боятся конкуренции со знаменитым кинотавром? И как получилось, что представители индустрии позиционируют наш город как швейцарский лакарно? Об этом в интервью «Акцентом недели» рассказал программный директор фестиваля национальных дебютов Стас Тыркин. Я хотела бы начать интервью с цитаты, которую я прочитала. Вы автор. «Движение продолжает оставаться кураторским фестивалем-бутиком, где каждое платье эксклюзивно и современно, каждое сшито на особый лад». «Очень дорого, хорошо сказано. Поподробнее». Если вы откроете программу, и наиболее ярко бросаются в глаза в программе основного конкурса, то вы увидите, что там совершенно нет ничего случайного, что это очень отборные фильмы. Да у вас вся программа, по-моему, там отборные фильмы. Да, да, ну я об этом и говорю, про эксклюзивность и бутиковость. Вот семь фильмов, которые представлены в основной программе, отражают основные тенденции, основные тренды. В этой программе, как в миниатюре, вот можно увидеть, что происходит в сегодняшнем молодом, и не обязательно молодом, в актуальном, я бы сказал, российском кино. А в какой момент вы смогли себе это позволить? Понятно, что год от года фестиваль набирал обороты, но вот когда вы почувствовали, что вот так можно? Что можно, ну, я не хочу сказать, что первый фестиваль движения, да, вы там, наверное, брали все, но все-таки уровень сейчас, планка у движения, она несколько иная, чем была в начале. То есть сейчас к вам стремятся режиссеры, и вы их уже не ищете, или все-таки поиск тоже идет? Моя работа составить качественную программу, чтобы пять дней у людей не закрывался рот от шока, от того, что они увидят, в хорошем смысле, вообще в любом на самом деле, в любом. Вот, и чтобы за этих пять дней у них немножко пошла кругом голова, они сказали, ну, мы не думали, что такое есть в нашем кино, что оно такое разнообразное, разноплановое, откуда вы все это повытаскивали. Вот, и плюс, ну, слушайте, у нас просто в программе есть несколько фильмов, в которые люди вот реально из Москвы сюда приедут, чтобы их увидеть, где фильмы. Специально здесь у нас. Потому что, допустим, сериал Жоры Крыжовникова выйдет через месяц в платном сервисе ТНТ, на который не все подписаны, и пока он доберется до эфира. А возможность посмотреть на большом экране вообще уникальна. Каждый год ты сталкиваешься с необходимостью найти где-то кино, которое тебе не стыдно показать. Вот и все. И повезло, что вот был Крыжовников, что в основном, надо сказать, я так вспоминал и подумал, что, может быть, боролись, вот мы конкретно боролись, потому что за хорошее кино ты все равно должен бороться, на какой бы стадии ты ни был. Отказывают Каннам. Вот, я боролся за фильм Кирилла Плетнева, известного артиста, это его второй фильм, как режиссера «Без меня», который будет показан на закрытии. Причем режиссеры и продюсеры очень хотели на фестиваль, но были сомнения у компании Sony Pictures. Нужно ли им вообще позиционировать фильм как фестивальный продукт? Не лучше ли его просто выпустить прокат, чтобы его увидели зрители? И тогда какие аргументы? Вот здесь уже включается то, что даже в компании Sony слышали про фестиваль движения. И про Омск. И то, что он не подведет, и то, что я им обещал, такой слот, как слот, закрытие, когда они все равно немножко отдельно. В одном из своих интервью вы сказали моему любимому изданию «СНОП», «Если Сочи – это наш Канн, то Омск должен стать нашим Лакарно». То есть международный фестиваль, он четвертый по значимости, европейский после Канн, Венеции и Берлина. Вот мы на пути к этому? Я думаю, что мы превзошли вот эти смелые прогнозы. Мы не четвертый фестиваль, а второй в России. В Сочи Кинотавр – это общепризнанный российский фестиваль номер один. Мы на это место не посягаем, потому что мы изначально более нишевая история. Мы нацелены на поисковое, молодое, в чем-то экспериментальное кино. Ну а в остальном, если вы просто посмотрите имена, которые у нас представлены вообще во всех программах, в том числе в новом конкурсе телесериалов, там вообще просто имена, ну просто вот все лучшие люди, лучшие режиссеры, самые актуальные, которые сейчас есть в российском кино. И это все, о чем мы хотели рассказать сегодня. Впереди новая неделя и новые события. Что важного и значимого произошло, и почему мы делаем на этом акцент, расскажем уже в следующую субботу. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова